Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите выпуски. Сердце России. На одноименном форуме выставки побывал губернатор Павел Малков. Стенд Рязанской области оценил Валерий Седов. Символы и акценты на конкурсной комиссии по выбору мэра Виталий Артемов и Олег Штефан представили свои программы развития города. И опасна, и трудна. В День сотрудников внутренних дел Владимир Алай наградил рязанских полицейских. В Рязанской мэрии прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидата на должность главы администрации. Первым свою программу «62 шага к современному городу» представил нынешний исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов. После него свои планы по развитию Рязани представил второй кандидат – руководитель городского водоканала Олег Штефан. В состав конкурсной комиссии вошли представители правительства Рязанской области и Рязанской городской думы. Вердикт комиссии в нашем следующем сюжете. «62 шага к современному городу» от Виталия Артемова – это комплексная программа развития Рязани. Люди – главный приоритет. В Центральном федеральном округе Рязань на ведущих позициях. Здесь выше объем производства, уровень средней заработной платы. По мнению Виталия Артемова, для дальнейшего развития города нужно решить пять основных задач. Создание новых рабочих мест, повышение качества услуг во всех сферах, развитие комфортной городской среды, открытая управленческая политика и сплоченность городского сообщества. Основной источник городского бюджета – это оно на доходы физических лиц. Рост доходов напрямую связан с увеличением количества рабочих мест и доходов населения. Ключевая задача – создание условий для появления новых предприятий и рабочих мест. Сегодня в Рязани реализуются ряд инвестиционных проектов. Это позволит создать более 500 новых рабочих мест. Туристический потенциал Рязани, по словам Виталия Артемова, может пополнять городскую казну на 6 миллиардов ежегодно. Еще одна возможность для развития – продвижение цифровых услуг. Инфраструктурно Рязани нужно еще семь школ, особенно в районах массовой застройки. Две из них в Семчино и Олимпийском городке уже возводят. Требуют ремонты сегодня около 50% дворовых территорий и 38% городских дорог. Необходима реконструкция улиц Интернациональная, Новая, Есейная, Новоселок, Косимовское шоссе. На сегодняшний день самым сложным транспортным углом является путепровод на улице Бокзака. Уже получены технические условия от РЖД на расширение проезда по железнодорожным мостам. Разработка проездов с медной документацией и реализация данного проекта позволит увеличить количество полос для движения автомобилей, создать две дополнительные полосы. Второй кандидат на пост главы администрации Олег Штефан акцентировал свое внимание на близкой ему теме – качестве воды. По словам нынешнего руководителя городского водоканала, нужно комплексное решение. Важным приоритетом остается качество водопроводов. Проблема воды поверхностного источника, условленного отбелением и заименением на киеве. Требуется комплексная модернизация очистной водопроводной станции. В настоящее время ведутся работы по поиску эффективных технических решений и метров очистки. Рассматриваются варианты перевода Оргского ПВС на артезианское водоснабжение. Для воды из подземных источников также планируется внедрение системы водоподготовки, так как она характеризуется повышенной жесткостью и содержанием железности. Качество воды может снижаться также в процессе электронспортировки с изношенным водопроводом в сетях. Для этого в первую очередь двигается ремонт водоподготовок Оргской, вывез в сторону Петербургского и Советского района, и от Барковского водозабора в центр города в сторону Московского района. По итогам рейтингового голосования конкурсной комиссии Виталий Артемов занял первое место, Олег Штефан второе. Результаты представлены в Рязанскую городскую думу. Решение примут депутаты тайным голосованием на ближайшем заседании. В день сотрудника органов внутренних дел начальника МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил с присвоением специальных званий ряд отличившихся полицейских, а также вручил ветеранам и действующим сотрудникам ведомственные награды и ценные подарки. Свой профессиональный праздник рязанские полицейские по традиции начинают с возложения цветов. К мемориалу сотрудников органов внутренних дел Рязанской области, погибшим при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной. Память товарищей силовики почтили минутой молчания. Цветы к памятнику возложили начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Владимир Алай, его заместители и руководители структурных подразделений. Чуть позже на награждение главный полицейский региона поздравил сотрудников лично. Здоровья вам, вашим близким, вашим детишкам, вашим вторым половин ветеранам. Вам огромный поклон отменят руководителя, моих заместителей. Вы помогаете, дочь вам помогаете. Поэтому огромное вам спасибо от всех, всего коллектива. С днём сотрудников органов внутренних дел поздравляю. Ещё раз, желаю всего самого-самого наилучшего, крепкого здоровья, доброты, терпения друг к другу. Весь личный состав органов внутренних дел сегодня поздравил и министр МВД России Владимир Колокольцев. Оперативная обстановка непростая, заявил он, но сотрудники с честью справляются со всеми вызовами. Предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений. Выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп, их пособников, провокаторов и экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Должен сказать, что во всех регионах личный состав действует профессионально и наступательно. На фоне внешних и внутренних угроз национальной безопасности, развязанной против России гибридной войны, на полицию возлагается не только важнейшая функция борьбы с преступностью, но и поддержание общественно-политической стабильности. В этот день силовиков поздравляли не только устно, кого-то с присвоением внеочередных и очередных специальных званий, ветеранов и особо отличившихся, ведомственными наградами и ценными подарками. Кроме того, полицейским вручили награды от исполнительных и законодательных органов города Рязани и области. На международную выставку «Форум Россия» в Москве приехал губернатор Павел Малков. Стенд Рязанской области демонстрирует все особенности региона. То, что мы хотели показать, чем гордимся, заявил он журналистам. В масштабном павильоне на ВДНХ представлены все 89 регионов страны. Как на их фоне выглядит Рязань, расскажем далее. Буквально от центрального павильона Московской области в столице нашей страны расположилась и Рязань. Здравствуйте, а что у нас представлено вот на Рязанском павильоне? Здравствуйте, на Рязанском павильоне мы транслируем два основных тезиса, что Рязань – это небо России и Рязань – это сердце России. За первое отвечает воздушный шар. Поднимается он не в небо, а всего метра на два. Однако с очками виртуальной реальности человеку полностью удается прочувствовать этот полет. Если статистику взять, то за 4, 5, 6 ноября в каждый день мы прокатили 12 тысяч человек в день. В день. В день. 40 секунд занимает подъем и спуск на шаре, в корзину помещается 10 человек. Рязанский павильон на международной выставке форума России осмотрел и губернатор Павел Малков. Удалось, что называется, заглянуть в сердце города, послушать стихи Сергея Есенина и роман саризанского гармониста. Павел Малков говорил о высоком уровне организации выставки, качественном оформлении региональных стендов, а также отметил огромный к ней интерес. Очень интересная выставка. Все стенды высокого уровня. На самом деле просто приятно пройтись. Каждый с одной стороны со своими особенностями, а с другой стороны все демонстрируют очень высокий уровень. Здесь можно смело рекомендовать всем, кто не был на выставке, ее посетить. Очень интересно. Я рад, что и наш стенд тоже сделан на очень высоком уровне качества, интересный, показывает все особенности нашего региона, именно то, что мы хотели посвятить. Очень классно, очень здоровская задумка. Малышу понравилось. Очень понравилось. Нам очень понравилось. Очень интересно и неожиданно. Вот этот подъем просто. Тем более наши края, Рязанскую область. То есть вы тоже из Рязани? Нет. Папа из Рязанской области. Так что это моя родина. Всем большое спасибо. Очень красиво, очень здорово, очень необычно. Здесь же у Рязанского павильона организована работа студии-мастерской. Тут все присутствующие могут поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу. Как много обычно посетителей на мастер-классах. Вообще всех гончарных рухов. Если б знал, отлично. Манит всех. Буквально просто отбоя не было от желающих попробовать. Я бы на реке забыл, я могу. Международная выставка «Форум Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Рязанский стенд будет постоянно меняться. Будет готовиться много интерактивных программ, которые посвящены Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы также на предстоящие новогодние праздники. Ко дню защитника Отечества. А 12 января, в день Рязанской области на ВДНХ, здесь представят гастрономические бренды региона. Добро пожаловать в Рязань на родину Сергея Есенина, друзья! Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Еще летом для рязанцев в тестовом режиме появилось приложение под названием «Госуслуги.дом». Сделано оно для собственников жилья в многоквартирных домах. Как работает интерактив, расскажем далее. Здесь у нас архив выполненных работ, и мы можем посмотреть, какие работы выполнены. То есть вот у нас выполнен ремонт крыши за 8,5 миллионов рублей в 2021 году. Это сейчас сумма за капитальный ремонт указана полностью. А в другом доме ситуация может быть иной. Нажимаешь на кнопку «Посмотреть», а тебе вместо запланированных 2 миллионов выдается всего лишь один. И здесь в приложении «Госуслуги.дом» можно узнать причину, почему так случилось. Например, при капремонте ГВС и ХВС не все жители открыли дверь. Вот и вышла сумма меньше. Это только одна из функций приложения. Это мобильная версия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Что она дает нашим жителям? Ну, во-первых, все поставщики информации, это наша ресурсоснабжающая организация, наша управляющая организация, горжевая инспекция, органы местного самоуправления, обязаны размещать информацию в системе ГИС ЖКХ. О чем? О тарифах, о платежах, о реестре лицензии Рязанской области, о наличии или отсутствии задолженности, о получении компенсации льгот и субсидий. Поставщиком информации является в том числе и Министерство социальной защиты. И вот за неразмещение информации предусмотрена административная ответственность. Передать данные счетчика, оплатить коммунальные услуги без комиссии, да и передать жалобу в управляющую компанию – это только часть функционала приложения. Еще что можно сделать в этом мобильном приложении – это проголосовать. Если такие собрания у вас проводятся в многоквартирном доме, вы, как сами собственники, имеете право выступить заявкой инициативой по проведению общего собрания по ряду вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием многоквартирного дома. Точно так же может выступить с инициативой управляющей организации. И вы имеете право в таком удобном формате принять решение по тем или иным вопросам, поставленным на повестку дня. Тут я жителей все-таки отдельно призываю участвовать в общих собраниях. И система мобильного приложения, мы проходим идентификацию через госуслуги, то есть это мы сами самостоятельно голосуем. И каких-то беспокойств по поводу того, что не моя подпись, уже не актуально будет. И все же программа не обязательна для скачивания. Оплатить счет за квартиру можно через сторонние приложения, а официальную информацию узнавать через интернет. Однако зачем это делать, если все собрано в одном небольшом приложении? Предполагаемого убийцу пристава Сергея Калужского задержали. Им оказался 43-летний местный житель Сергей Ананикян. Предварительным мотивом убийства стала ревность. Убийцу искали несколько дней. Из ориентиров одет во все черное. Из мотивов практически все, что угодно. От профессиональной деятельности, месть коллекторов или должников, до личных мотивов. Справились в кратчайший срок. Убийство Калужского произошло 1 ноября. Предполагаемый стрелок задержан 4-го. По информации следствия, мужчину зовут Сергей Ананикян. Ему 43 года, армянин. В Рязань приехал в начале нулевых. Далее информация из открытых источников. Женился на сотруднице Управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области. От брака осталось двое детей. Любопытная деталь. Начальником бывшей жены Ананикяна был как раз убитый Сергей Калужский. 1 ноября 2023 года произошло убийство начальника отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. На место происшествия выезжал прокурор Рязанской области и профильный заместитель. По информации рязанских СМИ, к убийству Ананикян готовился около месяца. Купил велосипед, спецодежду и стал изображать из себя придомового дворника, чтобы жильцы дома привыкли к нему и не обращали внимания. Параллельно изучал маршрут передвижения Калужского от дома до работы. Само убийство произошло вечером 1 ноября рядом с домом Сергея Калужского. Свидетели говорили, что в мужчину выстрелили трижды. Пули попали в живот, грудь и голову. И если первоначально о попаданиях говорили как о прицельных выстрелах, то на деле оказалось, что автомат просто дал очередь. Он хотел выстрелить, а один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажало, он соскочил. Дальше действовал так. Дошел до припаркованного велосипеда и уехал. Задержали мужчину спустя четыре дня. 5 ноября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя Следственного управления СКР по Рязанской области. Подозреваемому в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно. Уже на суде Сергей Аноникян заявил журналистам, что убивать Калужского не планировал. Сказал лишь, цитата, «так получилось». Видимо, пришел с автоматом просто поговорить. Но разговора не получилось. Взыграло, как он сам выразился, чувство обиды и ревности. Пока следственные действия продолжаются, Сергей Аноникян заключен под стражу. Информации по автомату, из которого был застрелен Калужский, до сих пор нет. Еще одно происшествие, которое всколыхнуло соцсети. Как видно на записи с камеры наблюдения в одной из маршруток города, пенсионер угрожал водителю травматическим пистолетом, чтобы тот остановил маршрутку в неположенном, но удобном для пассажира месте. Чем история закончилась, расскажем далее. Казалось бы, что должно произойти в маршрутке, чтобы пассажир достал пистолет и стал угрожать водителю. По рассказам очевидцев, ситуация оказалась, ну, очень прозаичной. Мужчине с пистолетом захотелось сойти с транспорта как можно ближе к дому. Произошло это на 75 маршруте. Пожилой хулиган, как позже окажется, с травматическим пистолетом, потребовал остановить автобус в неположенном месте. Для водителя такое нарушение карается штрафом в 3000 рублей. Естественно, тот отказал. Тогда пенсионер поставил водителя перед непростой дилеммой. Аккуратненько достал завернутый в несколько слоев бумаги пистолет, щелкнул затвором и направил его на водителя. Но сражаться все же пришлось словесно. Мужчина, который, кстати, представился полковником полиции, стал оскорблять водителя. Тот, в свою очередь, полковника. Слово за слово вооруженный мужчина из маршрутки ретировался. Но вот беда, забыл, оказывается, две бутылочки на пассажирском сидении. Чтобы побыстрее выдворить мужчину, упаковать горячительное помогли пассажиры. О дальнейшей судьбе этого полковника сообщила уже полиция. Личность мужчины, угрожавшего водителя маршрутного такси, установлена. Им оказался 64-летний рязанец. Он не является сотрудником полиции. Регистрированный травматический пистолет изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Партнер программы «Икра и рыба» Камчатская возле торгового центра «Круиз» до 11 ноября включительно. На этой неделе в России отметили День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В этот день руководство управления Росгвардии Паризанской области приняло участие в памятной церемонии на Аллее Героев. Александр Родионов, Константин Селиванов, Алексей Рябов – это имена сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР. Все они погибли при выполнении боевых задач. Ребята, которые навечно остались 30-летними. Алексей Рябов родился в Таджикистане. С детства хотел стать пилотом, но не взяли из-за роста. Тогда подал документы в десантное. Уж больно ему нравилось смотреть в детстве, как бойцы прыгают с парашютом. Конкурс прошел со второго раза. В органы внутренних дел попал в 95-м. С тех пор регулярно участвовал в спецоперациях на территории Чеченской республики. В очередной раз, когда я его стала отговариваться от поездки, он сказал, «Мама, не ходи к себе на работу». Я говорю, «Я не могу». Он говорит, «И я не могу». Я люблю эту работу, люблю своих друзей, люблю оружие. Вообще, говорит, это мое». В декабре 99-го разведчикам Рязанского СОБРа поступила задача обнаружить и уничтожить снайперскую группу боевиков. В последние дни декабря те активно обстреливали петербургский ОМОН на ЖД вокзале Станицы Червляная. Выдвинулась группа с наступлением темноты. Алексей Рябов сумел приблизиться к ним на близкое расстояние, достаточное для введения прицельного огня из автомата. В ходе огневого контакта снайперская точка была подавлена. Потерь среди личного состава допущено не было. Отмечается, что в этом немалая заслуга офицера Рябова. Погиб Алексей через полгода, в июле 2000-го. Автомобиль «Урал», на котором сотрудники СОБР выдвигались к блокпосту, был подорван боевиками на радиоуправляемом фугасе. Алексей Рябов от полученных ран скончался. За личное мужество и отвагу награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалью за отвагу ордена мужества посмертно. Это только одна из десятков историй. Истории героизма и личной доблести. Истории солдат, которые служат Родине. В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, по традиции, прошла встреча с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. С момента образования на территории Рязанской области, ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны 13 сотрудников этих подразделений погибли при исполнении служебного долга. Большинство из них выполняли служебный долг на Северном Кавказе и были представлены к ордену мужества посмертно. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусно, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Круиз» – настоящий ажиотаж. Выставка продажи икра и рыбы «Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Круиз» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Чавыча, палтус, нерка, омуль – более 35 видов рыб. Рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. То же качество и вкус на новом месте – у «Круиза». Чарующий аромат так и манит к прилавку – чавычу, белорыбицу. Икру с выставки покупатели любят за неповторимый вкус и свежесть. Вкусная рыбка. А вы уже покупали на этой точке, нет? Да, покупала. Свежая, вкусная. Что больше всего из морепродуктов любите? Вот вы лично? Все. Я не дегустировала, я знаю, что на вкус оно. Я знаю, что очень хорошее. Также в ассортименте мобильной ярмарки – икра натурального посола, красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. А мы уже хотели приобрести чавычу, белорыбицу, взяли икры немножко. Вкусно, но есть чуть соленые, есть малосоленые. Но приятные, что можно сказать. Очень. А что это моя супруга любит? За что? Она сама рыбка. Приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Круиз». До 11 ноября включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. Именитая художница Ван Сюлин, хранительница древних традиций национальной китайской живописи Гохуа, приехала в Рязань на открытие собственной выставки. Экспозиция представлена в рамках международного фестиваля «Против отмены российской истории и культуры на том стоим», который в эти дни проходил в областной Горьковской библиотеке. Традиционная китайская живопись, где художники ориентируются на принцип «природа учит человека понимать прекрасное». Эта истина является главной темой традиционной китайской живописи Гохуа. Само слово в переводе означает «наша живопись» или «живопись нашей страны» и подразумевает картины, написанные водяными минеральными красками на тонкой бумаге. Как утверждают историки, истоки китайской живописи восходят к узорам и изображениям людей и животных на расписной керамике неолита, отдаленного от нас на 5-6 тысячелетий. Цель выставки – представить китайскую культуру и всем желающим изучать ее. Работы на этой выставке представлены как мои, так и работы студентов Института конкурсии в Москве. Поэтому я считаю, что искусство, оно вне границ, и оно может объединять народы разных стран. Мне очень нравится, как все организовано, я очень всем довольна. Я считаю, что данная выставка может способствовать скреплению российско-китайских отношений. Помимо интереса к красивой, экзотической для нашего глаза живописи, а увидеть оригиналы, нерепродукции, да еще и в присутствии автора-создателя, согласитесь, дорогого стоит, за выставкой стоит куда больше смысла. Ведь проходит она в рамках фестиваля «На том стоим». Красной нитью этого международного мероприятия проходит тема значимости и самобытности русской культуры в мировом сообществе, несмотря на все попытки отменить или запретить ее. В наше время интерес к таинственной и загадочной культуре Китая не иссякает. Китайская народная республика давно и точно стала нашим стратегическим партнером. У нашего региона налажены прочные связи с партнерами из Приневестной. В Рязанском государственном университете имени Есенина более 10 лет успешно действует Институт Конфуция. В Чанчуньском университете открыт китайско-российский культурно-образовательный центр имени Сергея Есенина. Художница Ван Сюлин родилась в 1958 году в городе Тяньцине. Ей было 40, когда она окончила факультет китайской живописи Китайского заочного университета. В разное время была ученицей таких мастеров, как Хуан Хэ, Ха Пэй, Джан Вэй. Много раз получала наставления у Ван Сюэчжуна. Долгое время изучала работы художников прошлого, со временем овладела китайской портретной живописью. В список ее наиболее известных произведений входят 87 небожителей, изображения Будды, обновления природы, красавица и другие. Работы Ван Сюлин хранятся в коллекциях музеев, выдающихся деятелей культуры и искусства, крупных политиков. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось! Камчатские делегатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 6 по 11 ноября у входа в ТЦ Круиз.